Первый раз у нас были вот эти ночные замеры. Почему раньше они не проводились? Вы можете как-то это прокомментировать или это вопрос не к вам? Можу, могу прокомментировать. Хочется сказать, что это было очень приятно, чтобы было долучиться до этого замера. Питание полягало в том, что не было технических возможностей. В нас есть стационарные посты, которые ведут целодобные, ну, некоторые, сгідно с регламентом, но пересувственные станции также были. И впервые мы запустили, ну, запущен на такой проект, когда на скарги граждан есть возможность выехать уже в пересувную лабораторию. А жалоб много? Ну, соответственно, информации городской райды, областной райды, то скарги нет. Артем, ну, в чем жалобы? Скорее всего, это ориентация жителя на запах. Вот чем-то пахнет, чем-то технологичным? Или вот какого рода эти жалобы? Ну, в каждом районе есть определенные скарги, которые отвечают тем или иным, тем или иным промысловым объектам, которые там могут расположиться. Ну, обычно это неприятные запахи, подразличные чинники. Ну, и визуально это может быть пил или колор, то есть то, что жители могут чувствовать, слышать и то, что может давать им дискомфорт. И что показал вот этот ночной мониторинг? Что у нас с воздухом? Чем мы дышим? Питание в том, что только произошли замеры. Требуется еще анализ какой-то, да? Треба опрацювати. Тобто, некоторые показатели уже известны, но они потребуют нового опрацювания. Ну, а вот интуитивно по тем показателям, которые известны, вы пока еще не знаете. То есть ученые уже заранее не дают прогнозов, да? Питание полягает в том, что есть визуальные спостережения, есть органолептические спостережения, а есть прилады. И самая эта лаборатория, она и уникальна, потому что там надсучасное обладание, которое позволяет вызначать настолько минимальные концентрации, для того, чтобы вызначать все-таки небезопасность. Когда мы будем знать результаты? Ну, обещают, что в продолжении 10 дней рабочих. Ну, правильно. Дуракам полработы не показывают, это я про себя, не нужно задавать такие вопросы. Ну, наверное, вопрос, на который вы можете ответить, от чего зависит ситуация с состоянием воздуха в городе, который, скажем, считался промышленным, но сейчас уже не настолько он технологичен, как это было еще лет 50 назад. Ну, вопрос в том, что он остается все-таки технологичным. Почему? Потому что на территории города есть надзвичайная кількость предприятий, и необходимо понять, что не совсем правильно есть ситуация, когда промысловые предприятия находятся в спальных районах, которые находятся в деяких частях, там, где они не должны находиться. Но это ситуация, которая досталась как внаслідок. То есть, фактически, предприятия строили за межами города, после того, как города разросло, разрушилось, некоторые предприятия стали частью города. То есть, фактически, вопрос как раз монетарингу и поляга в том, что такая надзвичайная концентрация этих предприятий, она потребует очень ретельной внимания и влады, и самих предприятий. Почему? Потому что, когда они находились за межами города, то, в принципе, у них была территория, где эти забрудненные речевины могли рассеиваться, уменьшиваться в концентрации. А сейчас, почему скарги происходят? Потому что это уже в частности города, выкидки, они должны быть все-таки доведены до безопасного уровня. Ну вот вы упомянули уникальную лабораторию, которая сейчас занимается исследованием воздуха. А, в принципе, были такие станции мониторинга прежде? Ну, на территории города существует система мониторинга. Гидромет ведет спостережения. Когда-то было 10 постов, сейчас, действующих, насколько я понимаю, 6. То есть, вопрос в том, что те посты, которые были облаштованы, они находятся в разных частях города. А деяка часть из них выпала, ну, из технической точки зрения. И именно поэтому нам нужно построить новую систему. Ну, то есть, обновляйте, заменювать прилады. Но мы все понимаем, что это обладание, которое было установлено 30-50 лет назад, оно немного застаревает. Ну, и, если это вимирювальна техника, то там и концентрация, которую он может визначать, может быть за межами ограниченно допустимых. Тобто, самая лаборатория и самая система, которая построена сейчас, она обладнается над современными приладами, которые можно позволить, из финансового точки зрения. Есть очень много примеров, когда можно поставить одну лабораторию, один пост, и он будет давать информацию. И этого будет достаточно? Нет, достаточно. Нет, достаточно. То есть, нам нужно мережа постов. И, как раз, эта пересувная лаборатория, она выполняет функцию, выясняет те концентрации, которые мы не знаем. То есть, мы поставили стаціонарные посты, сейчас три поста, которые центр экологического мониторинга, МИСКА Рада установлю, то есть, будет такая мережа. И, как раз, для того, чтобы визначити, где поставить еще новый пост, для того, чтобы визначити, где может быть перевищение для постоянного контроля, как раз, эта лаборатория также используется для обрунтования. Где же все-таки доцельно? Можно поставить этот пост, а он будет показывать нули. И все будут довольны, да? Все будут задоволенны, а на самом деле, через дорогу мешканцы будут также скаржатись, потому что або за забудовой, або за парком, может спостерегаться с приятливой ситуацией, но нас интересует все-таки актуальная информация. А какие факторы влияют на загрязненность городского воздуха? Дуже много чиновников впливает. Во-первых, это, как я уже сказал, промышленность. Ну, это очевидно, да, это в первую очередь приходит. И еще надо помнить, что у нас есть автомобильный транспорт, который очень-очень разоглуженый. И вопрос в том, что вокруг нас постоянно рухается этот транспорт. И то, что он выкидает, то, что творится в результате деятельности, оно потрапляет в зону дыхания населення. И тут как раз застосование этих лабораторий полягает в том, что предприятия выкидают одни речевины, транспорт выкидают другие речевины, предприятия выкидают из высоты. То есть, они рассеиваются. И подчас того, яка суміш утворяется саме на территории, где проживает населення, очень сложно. Витер, опади, сонячная радіація. То есть, все это может приводить до або послабления негативного вплива этих забрудняющих речевин, або посиления. То есть, фактически мы можем иметь разные концентрации речевин, которые могут находиться в межах допустимых концентраций, но вместе они могут создать достаточно небезопасную ситуацию. И как раз постоянный мониторинг будет нам позволять выявлять эти зоны. И для того, чтобы попередить, обмежить находление, например, детей на этих территориях, не выходить в певный час. Ну, это не выход ховаться дома, но для здоровья, для безопасности. То есть, это не менее маленький шаг для того, чтобы... То есть, если будет информация про стан, что, будь ласка, там, залишайтесь дома, там, две годины, например, когда появится ветер, або дождь пройде, промынет. Это было бы замечательно и чудесно. То есть, как раз над этим вопросом мы работаем. Когда есть информация, то ее можно уже подавать. Вот об этом поговорим подробнее. Вот у меня сейчас такой вопрос возник. Насколько я понимаю, что на каждом предприятии должен быть свой экоконтроль. Это касается и сливных каких-то сооружений, да, и выбросов, которые происходят. Вот они еще сохранились на наших днепровских предприятиях. Ну, питание в том, что каждое предприятие должно контролировать свою деятельность, в том числе с точки зору вплива на навколишнее средство. Питание полягает в том, что не все могут иметь такие сучасные лаборатории. Почему? Потому что это очень дорого. И, например, предприятие может замовить себе послугу с контролем тех или иных показников, параметров для того, чтобы... Ну, а подтасовка фактов тоже, наверное, мы... Ну, питание, если это лаборатория сертификована, никто этим заниматься не будет. То есть... Я говорю о собственной лаборатории, которая говорит, что все замечательно, ну, вот посмотрите, у нас прекрасные замеры, мы хорошие ситуации. Так. Ну, это требует доводить, но такие факты могут быть. Ну, для этого и существуют вот такие лаборатории, которые говорят, ай-яй-яй, не так все. Так. Это должны быть с боку, как-то говорят, лучше подивиться в зеркало и увидеть ту или иную картину. Но вопрос в том, что предприятия должны быть самыми зацикавлены. Почему? Потому что очень много предприятий можно сказать, что это не имеет, это иного предприятия. Но это предприятие может сказать, что, извините, у меня стоит современная лаборатория, это ваша. И вы уже за это отвечаете перед населением, перед населением, перед міськой владой. Тобто, фактично, как раз облаштование этих датчиков, систем контроля будет позволять предприятиям выходить на новый уровень. Но их нужно трошки мотивировать, и как раз этот выезд лаборатории будет свидетельствовать о том, что у города есть такие важные. То есть, эта лаборатория может выезжать уже не через два недели, когда уже все минуло, там, все эти выкиды. А она может выезжать надзвичайно быстро, там, впродовж какого-то короткого периода, когда эти вещи еще могут находиться в атмосфере. Тогда их фиксировать и визначать шкоду, и, соответственно, уже вживать певных управленческих решений. Хорошо. Но вот если данные забора пропа оказываются неутешительными, то кто на это должен реагировать и как? Тут питание сложное. Чему? Потому что... Ну, что в экологии вообще сложный вопрос, да, в нашем регионе. Ну, очень много джерел. Например, если фиксируются певные речевины с превышением, еще нужно довести, что это те или иное предприятие. Чему? Потому что предприятия, например, мы вимирювали на певній відстані від заводу. Рядом поруч автомобильна дорога. Тобто, фактично, треба враховувати. Вот какие мы, по-разному, да, все прищучить этого нарушителя? Ну, питание полягает в том, что, когда в нас будет объективная информация, мы будем понимать, что это автомобильная дорога, это, возможно, предприятие, это может быть предприятие с другого боку. Это может быть предприятие, которое расположено на десятках километров от цієї делянки. Чему? Потому что в атмосфері оно все перемещается, перемещается и может мигрувать на значительные отстани. Тобто, фактично... Ну, я вот все равно немножечко не понимаю, Артем, простите, я докопаюсь, потому что, если я не понимаю, сидя здесь в студии, то, возможно, и зритель наш не понимает. То есть, мы же не получаем эти данные просто для того, чтобы вот мы померили, есть вот такие результаты. Мы же с этим что-то должны сделать, а очень сложно, как вы говорите, вычленить того, кто... Ну, мы не будем перекрывать трассу, правильно? Так. Мы не будем закрывать завод. А что тогда будет происходить дальше? То есть, почему эти цифры... В нас появится картина тієї ситуации. Тобто, если мы будем бачить специфические речевины, которые могут твориться только на певном технологическом процессе, то есть как раз инструмент разговаривать с предпринимателем, давайте укладать угоду, меморандумы, приводить до ладу ту чи иншую систему. Тобто, ну, чётко есть понимание, что тот или иной процесс сопровождается выделением певных речевин. Тобто, нет такого, что никто не знает. Ну, понятно. Если это металлургическое предприятие, то... Если это специфический... Это металлургический, так, так. ...комплект элементов выбрасывается. Он может быть в разных концентрациях. Залежит от того, куда идут в ветер, там, рассеялась оно или нет. Но если это следы, то их можно визначать. Если они будут фиксировать и подалее эти речевины... Ух, я чувствую, будут вас бояться, когда будут видеть, да, вот вы узнал лабораторию. Нет, эта лаборатория, вона уже как раз должна стать таким символом чистоты. Тобто, как раз... Ну, когда не было такого инструмента. Тобто, зазвичай, мешканцы поскаржилися, і впродовж певного періоду реагують на цю скаргу. Тобто, через тиждень, там, ну, в зв'язку з завантаженістю працівників. І фактично, що вони приходили, вони не могли зафіксувати той стан, який був там 10 днів тому. І фактично, доказовой базы ніякой не было. Зараз є фіксація скарга, є концентрація, є певні впливи. Є скарга в іншому боці, ми бачимо, картина буде складатися. Тобто, ця лабораторія, вона рухається, і ми ж фіксуємо ці показники, і наносимо їх в базу, в карту. І якраз уже буде зрозуміло, ага, навколо цього підприємства є шлейф тих чи інших речовин. Давайте... Добре. Ви нескільки разів упомянули о том, що були жалоби горожан, були жалоби горожан. А де ці жалоби, ви бачите? Тобто, куди вони поступають? І наскільки зараз ви можете оперативно, об'єктивно і швидко на них реагувати? Ну, це питання не науковців. Ми вже опрацьовуємо результати. Ну, откуда ви получаєте запрос на те, що потрібно виїхати в определену лабораторію? Ми долучаємося, як член Науково-технічної ради, я долучаюся саме до цих процесів для того, щоб розуміти, як працює ця система, і де її можна оптимізувати і покращити. Скарги надходять до департаменту екологічної політики на гарячій лінії, і потім вже, відповідно, відбувається реагування. І скарг дуже багато. Ну, в принципі, мешканці можуть скаржитися на різні питання, на різні, в тому числі екологічні, на звалища, на забруднення довкілля, шум. Ну, певні чинники, які їм завдають певного дискомфорту. Тим більше, якщо це постійно з'являється. А чому саме нічний був виїзд? Тому що найбільше люди скаржаться саме на те, що після завершення робочих днів контролюючих органів починається активність тих чи інших підприємств. Або вимикають фільтри, або вони працюють і не в повну потужність. Ну, ми не називаємо певні підприємства. Ну, це дійсно так. Якщо зайти в соціальні сети, то дуже часто можна побачити, тобто, хлопці, що за вонь стоїть, сусіді, слухаються ли ви ці запахи. Ну, тобто, я дійсно теж натикалась на такі пости регулярно. І ситуація яка, ну, ніхто не міг, ну, неробочий час не можна контролювати. Тобто, навіть якщо вийде інспектор в свій власний час, він не зможе накласти певні обмеження. Чому? Тому що він не працює, не працює інспекція. А якщо це заміри, ну, вони виконуються вже за рішенням департаменту, ну, тобто, вже яка є сь угода. І відповідно, встановлювати можна і цілодобове спостереження. Ну, в залежності від того, чи будуть там перевищення. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!